Песня о Иерусалии Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Мы слышали сейчас с вами повествование евангельское. Представьте себе картину. Галилейское море, это озеро, рыбаки, простые рыбаки, ловля рыбы – это их занятие, и это возможность питать свою семью. И вот является им Христос на берегу, видят, что рыбаки вытащили сети, как обычно это бывает, начинают разбирать сети. Где трава, где камни, где запуталась. И Христос, видя, что нет ничего, никакого улова, говорит им, ну вы вот забросьте туда сети и идти подальше. Пётр, как всегда, очень пылкий, говорит, ну что, куда забрасывай. Целую ночь выразили, ловили, таскали, да и лодки вот стоят, помогали нам. Ничего, никакой рыбы нет, всё пустую. Ну а спаситель настаёт, говорит, ну забросьте, забросьте. И тогда заводят сети, очевидно, подальше, на глубину. И удивительное дело. Начинают пробовать сеть тянуть и не могут вытащить. Оказывается, улов неимоверный. А там, видать, как говорят, корабль, ну не корабль, глотка какая-то была, недалеко тоже. Но, очевидно, друзья, рыбаки, и попросили, чтобы даже зацепить эту ещё одну лодку, дабы помочь вытащить сеть с рыбок. Представьте себе внутреннее состояние этих рыбаков. Профессионалы целую ночь бороздили. А ловля рыбы – нелёгкое занятие. Особенно на Галилейском море. Я неоднократно бывал там. Камней много. А иногда она очень волнуется. И они, профессионалы, говорят, ну что-то, куда нам? Нету рыбы, да и всё. А здесь, по слову Спасителя, забрасывают сети, и рыбы столько, что не могут вытащить. Естественно, некое смятение их внутренним состоянием. Но, конечно, они уже слышали и знали о Христе, о Его проповеди. Возможно, уже и о чудесах, но не соприкасались вот так вот близко. А здесь конкретно. И вот так давно пылкий Петр падает на колени со словами ко Христу. Господи, выйди от меня. Я человек грешный. И не достоин быть вот даже здесь сейчас. Очевидно, он говорит, вот это ж чудо, я вижу, что это только по божественному явлению. Но Христос, как обычно, милостивно успокаивает его и говорит, да что ты, Петр? Да и вы, сына Заведеева, Яков и Абду. Очевидно, другие рабоки были. С этого момента вы будете ловцами не рыбы, а людей. Ловцами для Царствия Божия. Вообще, а почему это евангельское событие? Евангелист Лукас счел нужным запечатлеть для того, чтобы передать и нам, живущим две тысячи лет позже. Какое отношение вообще это событие жизни земной Христа и учеников имеет к нам? В Евангелии ничего нет малозначного. часто очень в нашей жизни мы применяем очень много усилий для того, чтобы сейчас бизнес все это деньги делает. Ну, хотя бы пропитание себе добывать. Или же какое-то дело или наука или даже в системе власти и все время надеемся на себя, на свой разум, на свой опыт, нередко вот на это дело, то, что называются денежки, заработали и думаем, все нам достижимо. И все возможно. Но нередко бывает так, что наши человеческие усилия не просто недостаточны, а бездейственны. Мы не можем достичь поставленной перед нами цели цели. И мы нередко ропщим. Ну, что ж это такое? Денег куча потрачена, бессонная ночь нередко нередко и совесть теряли, дабы достичь какой-то цели. Не всегда может быть полезной и нужной. Надо помнить о другом. Но и цели, во-первых, должны быть разумно и нравственно здоровые. Но даже если така успеха нет, мы никогда не должны надеяться только на собственные силы. Мы не должны забывать, что все взаимосвязано, и если Бог не пошлет свое благословение, то нередко тщетны наши усилия. Но к великому сожалению, мы в обыденной жизни живем так. Вот параллельно мы идем вот этой земной жизнью с нашими земными категориями взаимоотношений к пониманию важности наших предприятий, а там где-то, между прочим, Бог. Мы Его и не отрицаем, что Он есть, но мы не живем вместе с Ним, мы не живем сочетая наше деяние, нашу жизнь с Его заповедями, с Его нормами и законами. И отсюда вот эта раздвоенность и вроде бы мы идем параллельно, да, мы признаем, но мы разными путями. И наша несостоятельность с Богом и в Бога вера это не некая игра, это не некая умозрительная где-то ты там высоко, а мы здесь на земле от тебя далеко, у тебя свои занятия, у вас свои. Это не так. Вера наша должна отражаться на нашей жизни. Мы должны жить так, чтобы вера, которую мы знаем через нормы закона Божьего, через заповеди, становилась бы образом нашей жизни. Если заповедь не убей, не укради, не прелюбодействуй, мы должны знать, что эта заповедь относится напрямую к нам. Но мы не будем сейчас разбирать все заповеди, самое распространенное и нарушаемое не прелюбодействует. Какой-то нормой стало это безумие блуда, да еще и извращенного. И называем себя верующими. Или же заповедь почитания родителей, разрушена семья, родителей не почитаем, старших забыли, так и дети учатся от нас, но и получаем то, что посеяли. Поэтому надо жить так, чтобы сочетать свои земные дела, не только дела, но и мысли, с теми нормами, которые Бог оставил человечеству. Человечество стоит у опасной черты в целом. Посмотрите, не надо много говорить, то техногенные катастрофы. Весь мир взбудоражат. Все против всех. И что характерно, и все говорят о благе, о защите, а при этом проливается кровь, и сеется ненависть, что происходит. Человечество захотело жить без Бога. Но ведь этот опыт уже был в истории человечества, жить не без Бога. Было Вавилон, когда башню Вавилонскую строили, чтобы сравняться с Богом. Какой результат? Почти дошли, как им казалось, до Бога, и в одно мгновение ничего нет. Все разрушено. а в жизни вообще человечества. Мы можем давать гарантию, что достигнут технического прогресса, некое непонятное понимание свободы, мы получили мир и тишину, согласие и счастье, изобилие плодов земных и всяких иных планов. Нет. Нет. Совсем не так. прогресс технический хорошее тело, но атомная бомба тоже прогресс готова уничтожить. В одно мгновение весь земной шаг. Прогресс? Прогресс. Но если этот прогресс оказывается не в тех руках становится большой бедой. Почему нам? Нам, русским людям, я обращаюсь к нашему собрату, русским и нерусским, православу, так важно не знать только, что Бог есть, но изменить образ нашей жизни. Наверное, вы мне задаете вопрос, попробуй изменить, не так-то просто. Конечно, не просто. Конечно, не просто. Если было все так просто, то бы не было этой духовной брани, о которой сказал еще Достоевский, Бог с дьяволом борется, а поле битвы в сердце человека. Это постоянная борьба. Но вот мы праздновали День Памяти Преподобного Сергия Радонежского. 700 лет прошло со дня его кончины, но и по сей день помнит Россия этого великого праведника, жизнь которого была непроста. Как-нибудь мы побеседуем и об этом. Но преданность Богу и жизнь по Богу сделала его бессмертным и святым в вечности, но и в памяти народной. Я обращаюсь к вам, а попробуйте, начните именно жить по нормам Божьим. Знаете, конечно, будет трудно. Будут и ошибки, будут падения, и ссадины будут. Может быть, и ногу, руку где-то сломаешь. Символически я говорю, вставай и иди опять, и опять к Богу и поверь, постепенно состояние твоей души будет просветляться. Постепенно ты начнешь чувствовать такую радость, такую благодатную озаренность, что никакие земные блага этого не дадут. Поэтому и еще как сказал Христос апостолам идите, я сделаю вас ловцами человеком. И они пошли и проповедовали зато после о присте даже до смерти. Я постоянно обращался и обращаюсь к вам. Нас мало или много? И мало и много. Не стесняйтесь свидетельствовать о вере. Смотрите, сколько вас. Я очень радуюсь, что вы, мужчины, ходите. Давайте почаще. Мы сделаем наш приход очень крепким таким. Кафедральный собор. Будем нести Слово Божие. Будем свидетелями, чтобы мы не шарахались, когда вдруг кто-то спросит, а ты верующий, православный? Вот по-одиночку я православный, а на работе я побоюсь когда, ну, по инерции еще стесняюсь сказать, что я верующий, да еще и православный. Не бойся. Говори, неси веру своих отцов, передавай ее детям, свидетельствуй перед теми, кто исповедует другую веру, из которой мы живем Бог оба, что наша вера во Христа сделала нашу страну великой Руси, а наш народ великим народом. И сейчас осколки остались, конечно, но есть, есть, и опять через веру возрождая личные душевные качества семейные, общественные возродимые Отечества. И еще и еще раз Русь, именуемая Святой, станет полную богатырскую мощь. Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение Аминь. Аминь.